Так, американская хоррор-стори вернулась с 12 сезоном после разрушительного 11 сезона в прошлом году, на этот раз вернулась к истокам. И знаете что? Первый эпизод не вызвал у меня трудностей. С темнотой, вопросами на каждом шагу, актером, играющим персонажа НИП, рассмотрим и разложим все, что можно выяснить из эпизода. Так что начнем. Американская хоррор-стори, 12 сезон, первая серия, разобрана. Важно знать, что в видео есть спойлеры. Смысл отрывка из книги «Бытия». Первое, что мы увидели в новом сезоне. Цитата из Библии. Цитата обращена к женщине. Она гласит «Я принесу тебе боли при родах, ты в боли будешь рожать детей». Цитата о непослушании Адама и Евы. О том, как они съели плоды после уговоров змеи. Затем Бог проклял Еву. И проклятие затронуло не только ее, но и весь человеческий род. И то, как будет происходить порождение жизни. То, что было миром без границ и считалось идеальным, теперь изменится из-за поступков Адама и Евы. Например, суть цитаты. Дети принесут радость. Но вы испытаете боль, чтобы получить эту радость, которая придет впоследствии. Чего не было до того, как Бог проклял Еву за ее действия. Это может быть символом направления шоу и пути, которым может пойти героиня Анна. Видно, что она невероятно страдает, пытаясь забеременеть. Не впервой она этим путем идет. Она уже пережила горячую боль и страдания. Но, несмотря на боль и шоу, предстоящее ей страдание может быть, как в книге бытия. Но если ей удастся, это может быть награда, как предполагал Бог, ребенком, который принесет радость. Поэтому интересно, произойдет ли это в ходе шоу. Символика шоу – яйца, виды и капли. В первой части шоу, когда Анна вышла, она увидела загадочную женщину, Кару Делевинь, что-то смотрящую на земле. Когда Анна проходила, мы увидели, что это было яйцо, в котором было яйцо, сломавшись при падении. Я думаю, что это связано с тем, что мы видели в эпизоде и когда злоумышленник был в квартире Анны. Было видно, что у Анны происходит зачатие, и ей дали фото эмбриона. Но после разрушений дома видно, что фото, ее большой интерес и надежда на радостное будущее, сломано напополам, почти как трещина на картинке, подобно разбитому яйцу в гнезде. Я думаю, что это может символизировать проблемы с ее будущим ребенком. Возможно, процесс зачатия не работает или что-то может случиться в течение беременности. Возможно, из-за ошибок. Заметка на зеркале указывает, что она не должна рожать ребенка. Сериал в этом сезоне будет сфокусирован на том, что мешает ей родить. Возможно, они видят в ребенке зло. В начальных титрах ребенок выглядит как демон. Она верит, что это монстр. Интересно, что виды в центре внимания в этом эпизоде. Виды символизируют многое. Паутина видов в библейском представлении – хрупкость. Мы видим вид на голове Анны. Она выдергивает волосы. Почти как искра из паутины видов может указывать на хрупкость в ее голове. Что значит, то, что мы видим, на самом деле не может произойти и происходит только в ее голове. В титрах было несколько интересных моментов. Был пес, которого мы видели дважды. Один раз он был нормален, второй раз казался мертвым. Считается, псы символизируют женскую фертильность. Поэтому видеть пса в ужасном состоянии, возможно, подчеркивает, что что-то не так с Анной и ребенком. Существует ли миссис преподобник? Интересно, что в этом персонаже есть элементы, заставляющие вас верить, что она реальна. Но есть и части, заставляющие сомневаться. Когда она вошла в клинику, ее узнали работники там. Также в сети появилась фотография Анны, сделанная ею в клинике. Но то, что она была в аудитории разговоров Анны, вызывает сомнения в ее существовании. Учезло в мгновение око. Было видение, когда Анна была на обследовании. Я считаю, что она реальна. Но Анна использует ее образ в собственном разуме. Видение Анны. Миссис-проповедник в красном платье, ассоциирующемся с сатанизмом. Отличие от врачей в комнате. Ее имя – проповедник. Возможно, проповедница чего-то мрачного. Я думаю, что в названии все отражено. Мы видели реального человека, но и версию, живущую в сознании Анны. Первый эпизод впечатлил. Сравнивая с одиннадцатым сезоном, это не провал. Прошлый весь был об эпидемии спида в восьмидесятых, иногда грустно смотрелось. Этот эпизод для меня более завораживающий, соответствует ужасам и сверхъестественности эпизода, что сделало его хорошим. Этот эпизод задает вопросы о сезоне. Кто миссис-проповедник? Кто женщина в твердых туфлях? Какова важность Аделины? Не все ли это Анна придумывает, как и многое другое? Рад видеть уже много тем для разговоров. Надеюсь, все сделают правильно в итоге. Эмма Робертс хороша в первом эпизоде, справилась со своими задачами. Ким Кардашьян? Не буду лгать. Мне она безразлична. Она как персонаж, отвечающий репликами. Она выглядит как НПС, беспорядочно говорящий. Интересно, сколько разовьется ее персонаж. Ей не требовалось много, это уже удивительно. Если б добавить, облегчило бы введение в историю. Интересно, как продолжится сезон. Разочаровывающе, что сезон разделен. Только четыре эпизода в первой части. Затем длительный перерыв. Вернемся к второй части. Это иногда сбивает восприятие сюжета, если он не предназначен для этого, и в нем нет серединного финала, это напряженно. Надеюсь, это не так. Теперь все, что могу сказать. Готовьтесь к следующему эпизоду. Вот и все.